МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелю, студии Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. Актуальные пытания профессийные и особистые. Сегодня в Рогачеве прием граждан провел министр по податках и сборах Республики Беларусь Сергей Наливайко. Лидер у Беларуси комитет Гомеля облмайомость подвел выники работы за минулый год. Вернулся до звычайного режима працы. Областный онкологичный диспансер оказывает не только экстренную, а и плановую допомогу. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Особливости уплаты транспортного податку и перспективы электронного взаимодействия податковых органов и плательщиков. Сегодня в Рогачеве прием граждан провел министр по податках и сборах Республики Беларусь Сергей Наливайко. Под обязанностью в материале наших корреспондентов. Анализ ворот у граждан у Рогачевских райвыганкам свечит. Сирот наибольшь расповсюженных пытаний, что хвалють мясовое насельство, рамонт жилевого фонду, доброупорадкование, оплата коммунальных послуг. У целом тематика на протягу опошних году значно не изменяется, хоть все лето на первое место может выйти пытание уплаты транспортного податку. Будет приходить извещение каждому владельцу автомобиля, собственнику, и там будет указана сумма, которую необходимо уплатить. Единственной особенностью будет являться текущий год. Учитывая, что это пробный этап, здесь надо будет уплатить авансовый платеж тем, кто не уплачивал госпошлины в предыдущие годы. В размере одной базовой величины. А уже в следующем, в 2022 году, будет сделан перерасчет, и им надо будет доплатить ту сумму, которая необходимо будет причитаться к уплате. Казарына Макатерская – индивидуальный предприниматель. И она – податковый консультант. Дарыши, один у Рогачеве. Эта специализация в Беларуси не вельми распаусюдженная. Сегодня таких ИП усяго каля 500 человек. И только 17 на Гомельшине. Разом с тем, это саправдные профессионалы. Каб отримать ответное посвящение, необходимо сдать достатково складанный экзамен. Потым постоянно вучиться на специализованных курсах. Министр Пиракананы, сегодня податковые консультанты повинны быть однодумцами и помощниками державных податковых органов. Министр сказал, что часть функций, которые сейчас несет на себе налоговое, то есть разъяснение налогового законодательства, хотят, чтобы более тесно занимались этим налоговые консультанты. То есть консультировали организации, индивидуальные предприниматели и физических лиц, разъясняли вопросы законодательства. Почас перепынку у приема грамадян, министр отказывает на пытание представников мясовых податковых структур. Обмерковать с керавником республиканского ведомства конкретные выпадки отрымливается не каждый день. Пришим размова не только об порушениях законодательства сбоку субъектов господарения, а ли и отказности за принятые решения податковыми инспекциями. Зарабить их относины больше прозристыми и зразумелыми повинна удосконаливание системы электронного взаимодействия. Если в первый год около 3% от тех, кто подает декларации по итогам года, воспользовались этой возможностью, то по итогам 2020 года 67%. Поэтому темпы, на мой взгляд, довольно достойные. Но еще раз говорю, наша задача максимум, она стоит в течение 3-4 лет прийти практически к 100% взаимодействию в электронном виде с налогоплательщиком, будь то физическое лицо, либо юридическое. На первом месте по эффективности сяроду всех регионов Беларуси. У Гомельской области самая низкая отдельная вага площадь, в которой они не используются. Сегодня комитет Гомеля был майомость, подвел выники работы за минулый год. Летость отрималась утягнуть, господарший оборот свыше 300 объектов нерухомости у всех форму ласностей. Это 76% от запанованного. Повеличилась в 2020-м колькась проведенных аукционов. У сего их было 80. У Тымлику активно проводились электронные торги. На аукционах реализовано амаль 100 объектов. Наибольшую колькась купили с максимальным понижением кошту. Так, 22 будинки набыли за изменшенную на 80% сумму, 26 за базовую величину. Отрамалось продать и 4 жилые домы. А кроме того, летость утягнута у господаршей оборота тезнесена больше, как 100 объектов открытых акционерных товарыстов. Для активизации работы с нерухомостью есть и иншие резервы. Это оперативное принятие решения о продаже объектов недвижимости. Это активная рекламная кампания. В первую очередь, изыскание новых методов рекламы. В том числе, путем размещения объектов в социальных сетях, чтобы информировать потенциальных желающих приобрести объекты недвижимости. Также мы планируем проводить мероприятия предупредительного и профилактического характера в целях недопущения нарушения законодательства по вопросам имущественных отношений. Также в текущем году будет продолжено внедрение элементов корпоративного управления в открытых акционерных общества и избрание независимых директоров в составе наблюдательных советов. Протягиваем выпуск. Делегаты Усебелорусского народного схода делятся своими уражениями от подеи, а так само обозначают основные на керунке работы на ближайшие годы. Член Совета Республики национального схода, старшиня Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов, сустраился с нашими корреспондентами. Как умеркование на контголовных пытаниях форуму доведался Миколай Скентеян. Что касается политических партий, также был затронут вопрос о их формировании, но на основании статологических опросов, в принципе, рейтинг доверия политическим партиям на сегодняшний день не очень высок, я бы сказал от 3 до 5%, поэтому формирование политических партий, это, я думаю, не скоротечный процесс. Он должен проводиться, на мой взгляд, и на взгляд многих делегатов, довольно-таки основательно. Формирование партии, какие-то новые критерии по созданию партии, по численности и так далее. Керавництво державы надое великое значение белорусско-российским относинам. Усходний сусед для Беларуси – надейный партнер и сябр. Алексей Невера узгодны, что падеи минулого года доказали это. Именно удержание государственности, не вмешательство в дела нашей страны извне, и тем самым доказать, что союзное государство действительно является реальной структурой, которая действует и которая помогает нам осуществлять все наши планы. И еще одно важное питание – социальная политика. Подтримка пенсионеров в социально уразливых слоев насильництва, немогчим обеззлаженные податковые системы. Миновитоподатки изъявляются основной крыницей формирования пенсийных афонду. Однако не обходно памятать об равномерности пополнения державного бюджету. Если мы бюджет пополняем равномерно, с учетом всех субъектов хозяйственных, то это будет вполне нормальный процесс, как во всем мире происходит. Но у нас очень много фактов по стране, об этом сказано было открыто, выплата заработных плат в конвертах, а следовательно неуплата фонда социальной защиты, а оттуда и формируется пенсионный фонд. Поэтому здесь очень надо подойти всем серьезно к этому вопросу и с полной ответственностью. Иначе другого выхода нет, и были даны определенные поручения главы государства по поводу проверки данных направлений и контроля за пополнением этого фонда. Патриотичная свядомость, повага до своей спадшины, обавяза громадянина. Для усебелорусского народного сходу это пытание стало одним из центральных. За их актуальностью сгодны и Алексей Неверов. Патриотизм – это не слова, которые нужно повторять на каждом углу и сложно выходить по улице. Патриотизм должен формироваться с самого малолетства, с наших школ, с наших детских садов, с семей наших. Это не должно быть пустым словом. И понимать, что за словом патриотизма стоит это в первую очередь любовь к своей родине, уважение своей родине, уважение государственных символов. И всячески поддерживать направление государства, в котором ты проживаешь. Иначе мы просто обязаны это делать. Мы здесь живем, мы пользуемся этим благом. И я не вижу иного пути. Миколай Аскинсиан, Александр Харлампа, у телерадио «Компания Гомель». Вся рода леката ушел с того, что белорусского народного схода был и начальник Рэшинского отдела департамента Аховы Игорь Коршаков. Он встретился с сотрудниками подразделения Аховы в области, чтобы обмерковать вопросы, узнятые на форуме. Окученные темы закранули у всей сферы жития белорусов. Удельники с Устрэши погодились. В последний час Беларусь подвергнулась ажурской информационной отации. Но народ готов с этим взмогаться и оборонять краину на всех узровнях. В большей степени глава государства благодарил силовые структуры за то, что действительно не качнулись, не переобулись, как он говорил. И удержали наше государство на том уровне, которым есть. Хотя приводил в примеры он многие цветные революции, которые были проведены в других государствах. Но у нас он сказал, что это была не цветная революция, это был мятеж. И может быть действительно именно в том масштабе, который пытались проводить иностранное государство, дергая за ниточки, как уководы, здесь некоторых наших людей, подвергая опасности молодежь, потому что у нас молодежь всегда подвергнута, особенно посредством интернета. Поэтому действительно силовики, считаю, достойно выполнили свой долг. Роль экскурсовода в развитии туризма в Республике Беларуси семинар в режиме онлайн по этой теме прошел сегодня у ГДУ имя Франциска Скарины. В разговоре приняли в отдел выкладчики, студенты, представники управления спорта и туризма у Гомельского обл. ВКонкама, а также установку культуры. По видеосвязи долучились сопрацовники Национального агентства по туризму. Наглядячи на пандемию, минулый год нельга назвать неудалым для индустрии. Шмат было сделано для усмотрения туристичной привабности краины. Открывались новые маршруты, появились объекты для отпочинку. Але у сферы туризма в острове повстало питание кадрового потенциалу. Задача на ближайшую будущую – подрихтовать высококвалификованных супрацовников. У первую чергу – размова про гидов-экскурсоводов. Делаем ставку акцент на молодежь сегодня. Поэтому хотелось бы рассказать сегодня алгоритм действия, получение дополнительной квалификации. И, конечно, показать возможности и перспективы в работе. Гомельский областный онкологический диспансер вернулся до звичайного режима працы и оказывает не только экстренную аллею и плановую допомогу. До речи, в минулом году тут з'явился шмат нового обсталявания. Аппараты не только дают макшимость ставить докладные диагнозы и выявлять хворобу на ранних стадиях, а также делают працу медиков комфортнее. Установу наведала Ганна Каральчук. Этот кабинет компьютерной томографии открылся ровно год тому. Новое обсталявание позволило размерковать потоки пациентов и сделать доследование больше худким. Вперед пику пандемии тут примали до 100 человек на день. В тот же час второй томограф анкодиспансер выкористовывает для доследования у пациентов, лечения яких не терпит затрымок. На пытание об чергах на процедуру отказывают, что чекать придется пару ден. Однако ли мы приехали у диспансер, ожидающих пройти доследование не было. На набытье нового компьютерного томографа за республиканское бюджетное было выделено амаль 900 тысяч рублей. И еще свыше 500 тысяч на проектно-монтажные работы накировали из областного бюджета. Кроме того, в минулом году был набыт амплификатор для выполнения ПЦР-диагностики. Прибор робит молекулярно-генетичное доследование, копируя участки ДНК человека. Этот прибор мы используем для диагностики инфекционных заболеваний, в урологической практике, в гинекологической практике. Также для нашей онкологической практики мы на нем планируем делать вирус папилломы высокого канцерогенного риска, который ассоциирован с раком шейки матки у женщин. Ну и также в этом году коронавирус, то есть респираторные инфекции и инфекции, связанные с лимфопролиферативными заболеваниями, такие как Эпштейн-Бар, герпес-вирус, цитомигаловирусная инфекция. У лаборатории так само изъявилась новая шафа биологичной безопасности другого класса. И она обраняет не только материалы доследования от внешних забруджеваний, но и самого медработника, который работает с пробирками, в том случае, если у них есть нечто небезопасное, как, например, COVID-19. Внутри шафы идет циркуляция поветра, и оно чистится специальными фильтрами. Всего за минулый год у онкологичных диспансеров закуплено обсталевание на 2,5 миллиона белорусских рублев. Все ли это в установе з'явится сучасная лапароскопичная стойка, аналогов якой в области Няма. Это комплекс аппаратов и инструментов для видовизуализации лимфов узлов. Кошт такой установки – 1,5 миллиона рублев. Малоинвазивная методика с хорошими, скажем так, косметическими результатами, с сокращением длительности лечения. У нас она будет использоваться практически по всем, ну, по многим локализациям. То есть это не конкретно для какой-то конкретной локализации. Это и, значит, опухоли желудочно-кишечного тракта, это опухоли мочевыводящей системы. То есть это онкогинекология. Практически по всем локализациям можно использовать эту стойку. Сучасная техника потребует особливого обслуговывания. У минулом годе у онкодиспансера з'явился низкотемпературный плазменный стерилизатор. С ягодопомогой можно будет стерилизовать расходные материалы для новой лапароскопичной стойки. Такие аппараты бы ишов с бюджетом 250 тысяч рублей. Ганна Краячук, Евген Макенко, телерадиоакомпания «Гомель». Это и иншая новинная информация о проектах телерадиоакомпании «Гомель». Вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Алкогольное опьянение пешехода стало причиной ДТП в Лельчицком районе. Накануне вечером 55-летняя женщина двигалась за рулем автомобиля «Фольксваген-Пасад» в сторону агрогородка Буйновичи. На втором километре автодороги Буйновичи – Синицкое поле водитель наехала на 49-летнего пешехода. Мужчина с признаками алкогольного опьянения лежал на проезжей части. К слову, светоотражающих элементов на его одежде не было. Пострадавшего отвезли в реанимацию районной больницы. В Рогачевском районе в частном доме разорвался отопительный котел. Об инциденте сообщила дежурная медсестра районной больницы, куда обратилась женщина, пострадавшая от взрыва. В подводящем трубопроводе замерзла вода. Нарушилась ее циркуляция, и в системе поднялось давление. Корпус котла поврежден, а также выбиты стекла на веранде. В момент происшествия в котельной находились хозяйка дома и гостья, которая впоследствии обратилась к медикам за помощью. Госпитализация не потребовалась. В Реческом районе утонул рыбак. Милиция занимается поиском очевидцев происшествия. Место недалеко от деревни Красный мост, река Днепр. Тело мужчины до сих пор не найдено. Правоохранители обращаются ко всем, кто 28 января рыбачил в тех местах, с просьбой позвонить по номерам, которые вы видите на экране. В Гомельском районе сотрудники ГАИ помогли водителю большегруза справиться с последствиями снегопада. В направлении агрогородка Красная инспекторы увидели поток легковых автомобилей, скопившихся за грузовиком. Машина увязла в снегу и не смогла заехать на горку. Раскапывание колес не помогло. Тогда милиционеры остановили мимо проезжавший трактор, который благодаря тросу вытянул грузовик. Пробка устранена. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Без побед. Первые после возобновления хоккейной экстралиги матчи не удались командам из нашего региона. «Металлург» принимал на своем льду лидером столичную юность. Столеваром к огорчению местной торсиды взломать оборону соперника ни разу не удалось. А вот гости забросили по шайбе в каждом из периодов, отличились Парфиевец, Тютяев и Рассейкин. А вот Гомель удивил. Рыси ездили в гости к одному из аутсайдеров, Аршанскому локомотиву и уступили. Гости забросили в концовке первого периода усилия Мехаматова. Железнодорожники отыгрались на экваторе. Второй и третий поединка забросил Манукян. Победу хозяевам в третьем периоде принес Курдюков. В Гомеле стартовал областной этап республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба». На арене Ледового дворца соревнуются ребята старшей возрастной группы дивизиона «Б». Это команда районов и городов, на территории которых нет сооружений с искусственным льдом. Всего в заявке 20 команд. Сильнейших они будут выявлять на протяжении четырех дней. Конкуренция обещает быть серьезной. Нынешняя зима благоволит хоккею как никогда в последние годы. Из-за стабильной морозной погоды с ледовыми площадками для подготовки проблем быть не должно. Вполне хорошо заливали коробки, каждый день тренировались. Почти все приходили, иногда даже все. Каждый регион смог организовать полноценную подготовку среди своих команд. На естественном, как говорится, естественной коробке, естественный лед. Все обеспечены формой на сегодняшний день. Ну и на таких массовых соревнованиях это тот азарт у этих ребятишек, который дорогого стоит. У них горят глаза, им нравится играть в хоккей. Ну и победителей от них мы, конечно же, ожидаем достойных выступлений на республиканских соревнованиях. Команда победителя областного этапа отправится на республиканский финал, который в марте пройдет в Раубичах под Минском. Команда Витебской области стала победителем предварительного этапа республиканских олимпийских дней молодежи по волейболу среди юношей в возрасте 16 лет и моложе. Турнир проходил в Гомеле в Малом зале Дворца игровых видов спорта. Награды оспаривали сборные всех регионов республики и города Минска. Хозяева турнира выступили не лучшим образом. Команда Гомельской области заняла последнее седьмое место. Финальный этап Олимпийских дней молодежи пройдет в Минске в мае. А уже 18 февраля в Гомеле стартует другой юношеский волейбольный турнир – мяч над сеткой. В нашем областном центре будут проходить поединки группы «Б». Хозяева соревнований – волейболисты из «Душер Энергия». В соперниках команды из Гродно, Минска, Орши и Солигорска. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова